Ну, кратко, что до этого, до прорыва русского генерала Брусилова, наступление было по классике, сначала там месяц, а то и полтора, стреляли по одному месту, враг об этом знал, подтягивал туда резервы, артиллерию. И, в общем-то, потом начиналась долбежка, я не могу это сказать, военная операция, это долбежка в одном месте. Новизна новаторства Брусилова была в том, что он одновременно начал наступление практически без подготовки и в нескольких местах. Вот с таким соотношением было выиграно. Он готовил, как бы, прорыв по классике в одном месте и начал наступление в нескольких, просто отвлекающий маневр. Умный российский человек, за что его, он попал в немилость к императору, потому что император тогдашний россиянский и был той силой, которая подготавливала вот это вот, условно, Керенского, условно, Колчака и прочих масонов, эллиминатов и так далее. Собственно, они и готовили разделение России, уничтожение России. Это был глобальный план, по которому все империи сто лет назад, чуть больше, прекратили свое существование. И турецкая империя, атаманская, и российская, и австро-венгерская, и германская, и так далее. И даже Китай потом туда же, в эту волну. То есть случайностей в истории не бывает. Субтитры создавал DimaTorzok